Буквально недавно между КФУ и посольством Франции в Российской Федерации было подписано соглашение о создании на базе университета ресурсного центра французского языка. И результат не заставил себя долго ждать. 22 сентября состоялось торжественное открытие новейшей структуры КФУ. Это большое событие не только для Казанского федерального университета, но и для всей нашей республики, поскольку у нас уже хорошие, добрые отношения и связи многолетние с Французской республикой Татарстана и Казанского университета очень много интересных проводится мероприятий, приезжает много французских гостей сюда здесь бывает. И вы знаете, у нас вот это открытие этого центра, я думаю, послужит хорошим импульсом для развития этих отношений в первую очередь. Открытие ресурсного центра в значительной степени повысит уровень продвижения французского языка в университете и создаст мультиязычную среду. Если наши выпускники, наши студенты будут знать не только английский, но и другие языки, это, конечно, значительно поднимет их конкурентоспособность на рынке труда. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы наши студенты знали не только один язык иностранный, а как минимум два, а лучше три. Планы у нового ресурсного центра входят расширение возможностей прохождения стажировок во Франции. Теперь студентам КФУ всегда доступна актуальная информация о французских стипендиальных программах и культурно-образовательных проектах посольства Франции. В рамках сотрудничества с посольством Франции следует отметить, что ресурсный центр несет также особые задачи. Помимо лингвистического сотрудничества, организации каких-то мероприятий для преподавателей французского языка для студентов, это прежде всего доносить до студентов актуальную информацию о стипендиях французского правительства, дать возможность молодым ученым, студентам, которые хотят действительно добиться чего-то в этой жизни, проходить стажировки во Франции. То есть, всё актуальную информацию напрямую, чтобы с первых рук она попадала к нашим студентам КФУ. Стоит отметить, что открытие в КФУ ресурсного центра французского языка приурочено к важным датам, которые будут отмечаться в этом году – 50-летию начала взаимодействия между Москвой и Парижем в сфере космоса, а также 300-летию с момента визита Петра I во Францию. И, кстати, сотрудничество с Францией на этом не завершается. Уже осенью этого года в Париже будет торжественно открыт Российский духовно-культурный центр. Аделя Мухаммедшина, Ленарда Влетьяров, Универньюз.